А сколько тебе лет? Четыре. Да и неинтересно, что же там такое? Все притихли. Вот, смотрите, детская площадочка. Новенькая, прямо. Ух ты! Ух ты! Точно! Я, конечно, пенсионер, но не до такой степени, чтобы ногами туда доставать. Ну, судя по вашему, это вы могли бы и достать. Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. И чего это у меня сегодня такое хорошее настроение? И чего я такая сегодня красивая? Сегодня день рождения моего внука Денечки. Вот, поэтому я сегодня накрасилась по поводу такого случая. И скоро уже попозже, чуть-чуть вечерком, поеду к дочке. Ну, в общем-то, она там сегодня днем пригласила подружек с маленькими детками, поэтому я решила туда уже не ехать. В общем-то, детьми пускай занимаются мамочки, сами там их воспитывают, кто куда побежал, кто куда залез и так далее. Вот, пускай они там пообщаются сами по себе, и детки поиграются. В общем-то, я, честно говоря, очень быстро устаю от этого шума гамма. Вот, если бы нужна была моя помощь, то она бы мне позвала бы пораньше. Но она не собирается ничего там готовить. Сегодня у нее будет, я так поняла, фуршетный там стол, суши там, что-то такое вот уже готовое. Потом тортик там будет. Но тортик мы уже, как она сказала, вечером, тортик она сама пекла вчера допоздна. Но это уже я не буду. В общем, как раз впечатление, пусть она сама вам про тортик про этот расскажет. Но если мне удастся, я вам покажу его там тоже, может быть, какой он там получился. Кстати говоря, рецепт очень такой давний. Я писала этот рецепт у своей тетки. Она очень такие классные делала торты. У нее такие вкуснющие были торты. И я, когда еще детки у меня маленькие были, я тоже сама торты эти пекла и пирожные делала, всякое такое вот интересное готовила. Ну, кое-какие рецепты у меня еще сохранились, в общем-то. Один из рецептов я дочке подсказала. Ну, а что у меня сегодня еще интересненького? Я только что сняла видео, вопросы, ответы. Вот, кстати говоря, тоже такая красивая и нарядная для вас. Поотвечала на все ваши вопросы. Вопросов было меньше, чем в прошлый раз. Вообще на канале у меня там вообще один вопрос задали. Больше никаких вопросов не последовало. Ну, в инстаграме там было больше вопросов. В общем, на все-все вопросы я ответила. Вот. Ну, а сейчас что? Сейчас я хочу пока что что-то помонтировать. Я сейчас посмотрю, что-то, может быть, себе приготовлю покушать. А может быть, я не буду готовить. Пока что у меня время есть. Потому что я буду ждать, пока сын мой закончит работу. Я с сыном вместе уже вечером поеду. Наташа с Настей, они поедут туда пораньше. Потому что пускай дети пообщаются, пускай дети поиграются. Вот. Так что у дочки моей полная самостоятельность. Но она справляется прекрасно, прекрасно справится. Все. Надо больше давать самостоятельность. И хватит все контролировать. А то я прям как это контроль все время. Чтоб все было там как надо. Вот. Ну, ладно. Это все шутки шутками, девочки. Я шучу, конечно. Вот. Сейчас я пойду. Надо уже пообедать. Я утром поела овсяную кашку. И сейчас пойду посмотрю, чтобы себе там изобразить. У меня еще есть курочка вареная. Но мне чего-то хочется другого поесть. Девочки, вот он мой скромный обед. Вот вы не представляете себе. Не люблю супы там с какими-то там с картошками, со всеми делами. Вот вообще ничего. Куриный бульон и курица. Все с хлебушком поем. Больше не хочу ничего. Ну, может быть, огурчик еще погрызу. И все. Не хочу ничего. Девочки, я приехала к дочке с цветами и шарами. В общем, короче говоря, такие вот шарики взяла. Ну что, пойдем стучаться. Кто пришел? Кто пришел? Ой, тут у нас детский сад. Денечка, с днем рождения тебе, зайчик. Где поцелуй? Бабушка поцелует. Бабушка поцелует. Цветы принесла. Шарики, деньги принесла. Мы были. Мой, дима. Я с шарами решила не ждать. Днем рождения, бабушка говорит. Цветы маме, наверное. Цветы маме. А шары детям. Там такой ветер, я эти шары еле-еле. Ну, на такси приехала. А шарики держи? Они же там запутались между собой. А скажи бабушке, сколько тебе лет? Какая бабушка. Бабушка, очень молодец. А сколько тебе лет? Четыре. Молодец. Ой, какой молодец. Я с детьми маме, да? Ну, сделай так, девушка. Раздевайся, мы пройдем. Что тут у нас? Кто тут у нас? Всем привет. Сейчас я разденусь и зайду я к вам. Ух ты, какой тортик. Так, доча у меня сама пекла этот тортик. Прям украсила. Не доделала, подожди. Не доделала? Ну, доделывай, давай. Ну, рукодельница, молодец. Главное же, он был вкусный. Да будет он вкусный, куда он денет? Девочки, день рождения малышей. Понятное дело, что кругом разбросаны игрушки, книжки и все такое. Так, стол освободили. Все ждем. Тортик сейчас зажигать. Именинник у нас во главе стола сидит. Мама слетится. Деня, ну-ка садись быстро, куда ты, где ты сидеть должен, День? День, садись. Иди садись, будешь дуть сейчас. Так, Деня, интересно, что ж там такое? Все притихли. Итак, поехали. 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 День, дуй, 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 дуй. Все, все, дай, дай. О, дай. Дай. Дай, я есть. Качай, все. Давай еще. Давай еще. И снимай. Давай. Один дуем и все. День, понравилось дуть. Молодец. Я тут. И, короче говоря, раскладываем. Зачениваем, да? Что-то у нас. Слушай, классную подставочку мы взяли для торта. Я же переживаю, что он, может, не пропитался там. Ну, он должен пропитаться. Как он не пропитается? Ну, да, сутки я уже сказал. Давай, режь. Слушайте, ну, вроде мягко, но что-то. Да что ты переживаешь? Ну, вот это я переживаю. Ладно, я думаю, должен быть съедобный. Так, хорош. Малин, наверное. Дальше чуть-чуть. А украсила фруктов и всяких вкусняшек. Не пожалела. Молодец. Ну, красиво было, да. Конечно, да. Ну, да. Переживала, волновалась. Переживала. До сих пор переживает. Пока мы не попробуем, будет переживать. Пока вы не начнете спрашивать рецепт. Лучше, чтобы все отзвонились. На первой, второй рассчитайся. Что у вас с вами было? Да, 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 да. Так, сейчас я возьму первый кусочек. Да, покажем. Пока елся, жуй. Нет, ты жуй. Это шоколад. Жуй, грызи. Зубками грызи. Вкусно. Довольно-таки. Ты жужжила. Грызи. Нет, дочь, обраду. Так, ну, будем пробовать. Я могу первое попробовать. Давай, маму. Я швейцер давала. Давай, давай. Так, ну что там, именинник у нас тортик кушает, да? Деня, вкусный тортик? Ну, кушай, кушай. Ммм. Слушай, он вкусный, но... Что не так? Мягковатый был бы еще, было бы идеально. То есть он по вкусу все супер, но само вот это печенье, как бы песочное, да? Да, я попробую. Нет, ну, мне кажется, такое должно быть суховато. Но я люблю медовик, если вот медовик и сметанник, то я бы хотела, чтобы он был больше пропитан. Ну, медовик же бисквитный, да? А этот песочный. А песочное, песочное такое. Ну, это как... Да, это песочный. Ну, наверное, пушка должна купить тоньше. Ну, по вкусу прям вкусно. Ну, пушка тут, видишь, уже зависит от того, какой объем, диаметр сковороды или в чем ты готовишь. Она, видишь, готовила в маленьком объеме, а не получили с толстой. Слушай, а можно как бы пушки делать потоньше, да? А я переживала. А я думала, ты в круглой штучке будешь готовить. Она вроде как побольше, или нет? Вот, что делается, что делается. Детки прыгают, шариками играют. В общем, короче, взрослые разговаривают. Веселуха. Еще так. Все, домой. Домой. Все. Фух, ну что, девочки, приехала я домой. Приехала с сыном, с невесткой. Они домой к себе рядом живем, а я к себе. Фух, дома так хорошо, такая тишина, классно. Я хотела все-таки избежать сегодня вот этой вот детской суеты, когда маленькие дети, если они собираются больше двух человек, я заметила, вот если третий ребенок, все, это такой шум-гам, вот такая голова. Я когда пришла, там такое и творилось. Я думала, там Лена еще с ребенком раньше уйдет. Они-то раньше пришли. Ну, в общем-то, они посидели еще. Но они, правда, ушли потом раньше мы, когда остались уже сын с невесткой и с внучкой. И почему-то и дети притихли, как-то тише стали. Мы так сели, посидели, суши-роллы поели, пообщались, поболтали. И детки уже игрались потише. Может, наигрались, набегались. Ну, короче говоря, сколько я там была? Три часа. Чуть больше трех часов мне этого хватило. Ну, все хорошо, прекрасно пообщались, замечательно все. Вот такой спонтанно день рождения. Ну, а сейчас все. Я раздеваюсь и ложусь спать. Спокойной ночи, мои хорошие. До завтра. Всем доброе утречко, мои хорошие. Девочки, я выспалась сегодня. Чувствую себя хорошо. Настроение хорошее с утра уже. Погода хорошая тоже сегодня. Вот. И что я вам хочу сказать. Что у меня сегодня? Сейчас я сяду монтировать видео. У меня тут размораживаются перчики. У меня осталось 4 перчика, которые я сама фаршировала. И делала свой фарш. И они у меня в морозилке были. Вот уже осталось 4 штучки. Я их сегодня приготовлю себе. Так, что мне надо постирать? Кое-что из вещей. Прогуляться хочу сегодня. Куда потом? Узнаете. По вчерашнему дню хочу сказать. Вот сейчас сижу, кофе пью. И думаю, вот дочка у меня молодец. Она вчера полностью организовала сама день рождения. Сама крутилась, свертилась. Я вчера пришла вечером уже как гость. Сидела, ничего не делала. В общем, она сама там все на стол накрывала, убирала туда-сюда. Хорошо, что есть посудомойка. Тарелочки раз, посудомойку мыть ничего не надо. Ну, конечно, вчера был такой шум гамм от детей. Когда их было трое, это просто дурдом. Это хорошо, что я пришла вечером. Если бы я пришла днем, я бы с ума уже там сошла, наверное, от них. Ну, уже, знаете, возраст все-таки, когда молодая, еще детки маленькие, они как бы так особо не напрягают. Потому что у самой маленькие дети, оно как бы привычно, нормально. Но уже вот на старости лет уже, знаете, это правда, такой дурдом. Вот, ну, ничего. В общем, отдохнули хорошо, посидели, пообщались. Вчера вечером уже, когда Лена с малышкой ушла. И, в общем, остались мы только. Танюша там подтянулась, она, похоже, подъехала. Вот, и мы посидели так спокойненько, пообщались как-то так, вот, тихо. Уже дети вдвоем, Деня с Настей уже вдвоем там что-то потише играли. Я не знаю, может быть, потому что не было третьего ребенка. Вот, когда Тимур приезжает, вот их трое становится, тоже тогда такой балаган вообще. Вот, ну, все, не буду томить вас. Пойду сейчас быстренько помонтирую и займемся делами. Да, у нас тут, конечно, шумно, девочки. В общем, я вам хочу показать одно место. Вот, начиная от этой остановки, которая остановка общежития, да, и вот прямо через дорогу пойдем сейчас. Я взяла с собой невестку Наташу. Так что мы тут вместе. Хорошо, когда потише, да? Конечно. Ну, если я не прям совсем шумно работаю, так. Вчера я такого не слышала. Так, моя девочка. Так, машинки, останавливайтесь. А мы вчера, когда ехали с дня рождения, вот, дочки на машине, вот, поехали как-то вот этой дорогой, и мне сын показал, что там у нас построили такое вот, как спортивное, я не знаю, как это сказать, такое место с тренажерами. Классно. Но это было темно, и, в общем, ехали на машине мимо, и я так толком не разглядела. Во-первых, рядом. А я как раз сыну и говорила по дороге, как жалко, что у нас нету таких тренажеров, как у китайцев. Вот. А сын мне говорит, есть у нас тут, сделали, построили. Так это под носом, оказывается, недалеко от дома. А я даже не знала. Вы представляете? Я не хожу просто в эти места. Вот уже впереди открывается вид. Вот, девочки, мы дошли до сквера. Вот там аптека, старая еще тут была аптека. Там, по-моему, аптека и осталась. А вот это вот рядом здесь вот вход в ПМК. Ну, какой-то склад, короче говоря. А тут, я не знаю, что тут было. Тут ничего такого не было. И вот здесь уже плиточку такую положили, лавочки поставили. Прямо цивильненько так вот. Вот, красиво. Какие-то клумбочки. Травки только не хватает. Вот. И вот такая вот дальше идет аллея. Я смотрю, здесь какие-то солнечные батареи, да. А-а-а! Здесь лампы. В общем, сын сказал, они загораются. Вот как ты идешь, и они... Видно света, как сказать... Света... Как это называется? Ночью идешь, когда и лампы загораются. Проходишь, они как бы гаснут. То есть вот реагируют на движение, да. Вот такие лавочки, да. Здесь еще не хватает зелени, кустиков, травочки. Ну, такую аллейку здесь сделали. А что тут было раньше? Тут вообще, по-моему, ничего не было, да. Ничего не было. Ну, что сделали вот такую аллейку цивильненькую. И я надеюсь, здесь что-то еще будет. А тренажеры это там в конце, да, Наташа? Ну, дальше там будет детская площадка. Ага. Ну, сейчас мы дойдем до тренажерчиков. Такое покрытие интересное. Классные какие-то камушки. Лавочка. И вот вход в двор, это между домов. Тут проход есть. Прям плиточка, лампочки. А у нас во дворе нету ни одной лампы. У нас, когда приходил там депутат с нами общаться, я сказала, сделайте нам освещение. Страшно в магазин выйти вечером. Я не выхожу, когда стемнеет. Вот. Да, здесь не хватает немножко там деревьев, кустиков, тенечков. Лавочки есть, да, вот так просто. Но надо, чтобы что-то вокруг лавочек было. Но я думаю, что эта земля не будет просто так пропадать. Я надеюсь, что здесь все-таки доделают. И будет все очень какая-то зона отдыха. А то у нас на районе очень мало парков, да. У нас их тут вообще и нету даже. Ну, застроено очень все это домами. Ну, вот сейчас вот, видите, старички могут прийти, выйти. Солнце не печет, сейчас хорошо. Я, кстати, покажу вам, как я одета сейчас. Вот, смотрите, детская площадочка. Новенькая прямо. Ух ты! Новенькая, целенькая. Там девочка качается. Вот, да. Кстати, вот поинтереснее здесь уже с ребеночком прийти погулять. Качельки, горка, лавочки есть. Вот бы нам во дворе такое бы сделали. Было бы здорово. Так, ну вот это все для детишек. Для детишек. Там тоже для детишек. А вот они пошли тренажерчики. Ага. Ну, так их-то, в общем-то, немного, но тем не менее, есть. Есть. Браво, что девушка. Ну и что? Что тут за тренажер? Проба, да? Ух ты! Тот. Мама что ли занимает? Ну вот. Слушай, а можно так прийти позаниматься? Конечно. Здорово-то. Мне нравится. Так, это я поняла. Здесь уже отломалась. А это одна? Нет, это такая же, только уже. А, это такая же, но сломалась. Да, уже сломалась. Ладно. Так, посмотрим дальше, что тут. Вообще, да. Спортом на свежем воздухе заниматься, это прекрасно. Так, здесь какая-то еще штука. Ну, это вот ложится, только за что-то надо держаться, да? И ноги как бы поднимать, я так понимаю. Лавочка такая наискосок. Ну, такие вот турнички. Там нигде ничего не качается. Нет, не качается. Дальше что тут? Стол теннисный. Здесь, кстати, такое мягкое покрытие. Я прям иду, как будто, да, как по ковру какому-то. Классное такое, приятное покрытие. Вот, ну, тут вот такие вот еще турнички есть. Что еще? Вот эта лавочка как-то наискосок. Ну, это, наверное, уже наши вандалы что-то сделали. У нас же народ такой, надо что-то попортить. Но это ложится и качается. Так она кривая, почему? Да, потому что вверх и вниз. А почему там одна вверх, дугая вниз? Так и должно быть? Ну, так ложитесь, и ноги поднимаете вверх. Так же тяжелее, чем на дороге. Чем на приборе. Так, ну, давай, надо попробовать. Тяжелее, пусть, ну, тяжелее пусть будет. Сейчас я буду пробовать. Не знаю, не знаю. Как-то так. Руками держитесь. Не-не-не, за столбики, за столбики. О, вот так, выше. Только надо доставать ногами сюда, до черных. Я, конечно, пенсионер, но не до такой степени, чтобы ногами туда доставать. Ну, судя по вашему, это вы могли бы и доставить. Ну, я давно уже не занималась. Надо возобновить это дело. А вот это что такое интересное? А это вот, садитесь и поднимайтесь. Для мужчин, а для женщин? Для женщин тоже. А, да. Классно. Свой вес, да, поднимать надо. Тут ручки мы накачиваем. Классно, слушай. Мне нужен компаньон. Мне одной скучности. Я сюда бы хоть не занималась. Надо кого-то с собой убрать. Девушка, будешь самой хотеть? Посмотрим, посмотрим. Сейчас на работу выйду, и надо время выбирать. А тут вот так. Да, тут по-другому очень. Ух ты! Я поднимаю свой вес. Да, конечно. Это классно. Я лечу, как он. Я лечу, как я лечу, как я лечу, да? Я лечу, как я лечу, да? Я лечу, как я лечу. Так, ну хватит для начала, да? Что, только по одному подходику и всё. А что тут? А можно хлопать? Это что тут надо делать? Ноги. Ноги. Ноги, ноги, ноги тут надо делать. Сколько тут спортивных бабушек. Это же здорово. Я думала, только такие идеи. Ноги, да, вот так, да? Я не опасалась вас. А тут уже постарше меня. Дядя, хорошо. Вот. Класс. Там, с другой стороны, там ещё один тренажёр для ножек. А здесь, садитесь и отталкивайтесь. Ножки ставьте. Вот так? Да. И теперь назад. Оп. Оппа. Как инструктора. Приходите к концертам. С удовольствием. Сейчас мы поговорим, узнаем. Давай, ты записывай. Здорово. Вот так вот. Ой, я получила колоссальное удовольствие. Вот так вот. Вот сколько тут у нас пенсионеров занимается. Здорово. Буду, наверное, вместе с ними тоже приходить и заниматься. Ну вот и всё, девочки. Бабушки, старушки мои пошли. Я с ними познакомилась. Оказывается, тут такая есть группа, как говорится, возрастная. И они там поют. И хор у них там есть. Пригласили меня к ним в гости сходить. Ну вот я надеюсь, что мне удастся посетить их. И посмотреть, что они там делают. Может быть, там друзей заведу. Да, активные бабушки мне понравились. Здорово. Ну всё, топаем обратно. Фух, девочки, пришла я домой. В общем, сходила я не зря. Получила колоссальное удовольствие. Познакомилась с хорошими людьми. Ну, посмотрим, удастся ли мне продлить это знакомство. Будет видно дальше. Я вас буду держать в курсе. Вот, зашла я в магазин, купила кое-какие продукты. Сейчас покажу вам, что я купила. Ну, переоденусь заодно. Вот такую огромную сумку я опять приволокла. Зашла специально в магнит. Хотела там купить майонезный соус 15-процентный. Но его не было. Я взяла просто майонез. Так, ну я вам сейчас, девочки, покажу. Вот мюсли, самое главное, что я купила. Новые мюсли, вот такие. Я еще не пробовала. Надо будет попробовать. Запеченные с орехом. Ну, на картинке вот нормально. С молочком, ну с утречком. Мне очень понравилось кушать. В общем, девочки, на этот раз я взяла овсяные хлопья. Вот это Ясно-Солнышко троечку. Как мне написала моя подписчица. Я тогда, когда делала рыбные котлеты, они мне не удались. Ну, потому что крупного помола была овсянка. И, ну, некоторые нюансики надо будет в следующий раз учесть. Потому что, в принципе, на вкус вкусный получился рецептик. Взяла я три вида рыбы консервной. Какую-то из них я выберу для этих котлет. Взяла яйца. Активию теперь я беру не сладкую. Беру обычную натуральную активию. Взяла творожок с активией. Тоже вместе вот покушать творожок тоже полезно. Молоко для мюсли. Соль юдированная. Груши. Нектарины взяла. Масло сливочное. Ну, вот такой вот я взяла майонезик. Потому что иногда, бывает, некоторые блюда майонезик было бы неплохо добавить. Ну, и мой аютинский хлебушек с отрубями, который я люблю. Да, и вот эти вот печеньки, мюсли мне очень нравятся. Иногда бывает хочется что-то похромкать, погрызть вечерком. Вот такие вот можно с молочком мюсли. Или утром вместо завтрака можно перекусить. Ну, вот такое вот дело я купила. Ну, все, девочки, положила я свой перчик в мультиварку. Я решила в мультиварке это приготовить. Залила туда водичкой горячей с томатиком. Соль, вкусная соль у меня, которая с зеленью. И перчик, лавровый листик. Все, ничего лишнего не хочу. В конце варки добавлю зелень. И пусть варится уже самостоятельно это все. Ну, все, мои хорошие. Я хочу на этом влог свой закончить. Потому что он уже и так насыщенный получился. Столько здесь всяких событий произошло. Ну, а следующий влог я начну уже чуть позже. И вы увидите, что будет дальше. Как я перец фаршированный варю и как я его ем, я показывать вам не буду. Вы это уже видели, уже смотрели. Как я этот перец, в общем-то, готовила, начиняла. Есть это уже в предыдущих там влогах. Ну, и все. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ну, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.